В пятницу по всей стране прошел Большой этнографический диктант. Только в Тверской области было открыто 35 площадок, где можно было проверить свои знания. Одну из них посетила наша съемочная группа. Как это было, увидите в сюжете с места событий. На часах 11 утра. В это время по местному во всех субъектах России за рубежом стартовала просветительская акция Большой этнографический диктант. Он проводится уже четвертый год подряд в нашей стране. В этом году его проведение приурочили ко Дню Народного Единства. Мы надеемся, что после прохождения данной акции у участников возникает все больше и больше желания узнавать свои корни, традиции, традиции народов, живущих в России. По мнению организаторов, диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России. Он привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений. В задании диктанта 30 вопросов. 20 общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. Вот, например, перечислю некоторые вопросы, которые касаются Тверской области. Тверские карелы — это этнос, суп, этнос, диалект или народ? Или вот еще один. Укажите традиционное национальное блюдо тверских карел — боч, калитка, кулебяка или рыбник. А вы знаете ответы на эти вопросы? Если нет, то спешите скорее их посмотреть. Участником акции мог стать любой желающий, владеющий русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Возрастных ограничений тоже нет. Самая юная участница диктанта на одной из площадок Твери стала Саша. Ей восемь лет. Пришла она вместе с мамой попробовать свои силы. Я пишу это в первый раз, и я тоже не готовилась, как и мама. Интересно, как все это будет. На написание диктанта участникам дали 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий — 100. Я немного подготовился. Как готовился? Я волнуюсь перед... А как готовился? Ну, то есть с помощью интернета. И что-то забивал, что смотрел, что читал? И народы, например, России занимаются определенными делами. Интересно, мне кажется. В первых, решила попробовать именно свои силы, а во-вторых, интересно, интересно, что я знаю, а чего я не знаю о своем родном крае, о своей стране. Ранее решила понять, чего я не знаю, и что мне необходимо еще почитать, может быть. А иногда в чем-то и порадоваться, что я какими-то знаниями обладаю. Интересно. А для тех, кто не смог проверить свои знания на региональных площадках, на официальном сайте Большого этнографического диктанта будет организовано онлайн-тестирование вплоть до 4 ноября. А узнать результаты можно будет 12 декабря этого года.